Индексация пенсии, выплата единого пособия для детей по месту проживания и другие изменения. С 1 августа в России вступают в силу новые законы. Они коснутся сразу нескольких сфер жизни. О законодательных нововведениях августа расскажет Екатерина Кудрина. В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений в законах страны. Обо всем поподробнее. Так, с 1 августа пересчитают пенсии работающих россиян. На прибавку смогут рассчитывать пожилые люди, которые трудились в 2023 году и руководство платило за них страховые взносы. Пенсию увеличат вне зависимости от того, сколько времени сотрудник работал. Никаких заявлений на перерасчет не потребуется. Все будет сделано автоматически. Также пенсию увеличат членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности. Это положено им по закону из-за тяжелых и опасных условий труда. С начала месяца по 1 июня 2025 года в России пройдет эксперимент по внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа создает единое окно для документов, которое ведут, а также получают различные виды транспорта на всех этапах перевозок груза. Также появится электронный рейтинг грузоперевозчиков. Будет отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков. Продать активы банков-банкротов станет быстрее. Теперь агентство по страхованию вкладов сможет выкупать как имущество, выставленное на торги, так и оставшееся без покупателя. Цена при этом составит половину от начальной. Благодаря этому активы банкротов будут распродаваться быстрее. Кредиторы получат свои деньги в более короткие сроки. Соответствующий закон вступает в силу со 2 августа. Кроме того, с 5 августа представители банков и микрофинансовых организаций будут обязаны общаться с должниками под запись. Для этого у них появится специальное оборудование. Кредиторы должны фиксировать любой контакт с неплательщиками и хранить эту информацию не менее трех лет. И о семьях не забыли. С 5 августа вступят в силу новое правило назначения и выплаты единого пособия для детей до 17 лет. Теперь, если заявление подается по месту временной прописки или фактического проживания, специалисты проверят, где на самом деле живет гражданин и его дети. А у родителей или опекунов могут потребовать подтверждающие документы. Договор найма жилья, справку о посещении ребенком детского сада или школы. Новый порядок необходим в тех ситуациях, когда выплата на детей ранее была назначена в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше. Екатерина Пудрина, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.